Приветствую вас и сразу бы хотелось отметить, что в охарактеризовании человека каждый эксперт даст вам ту оценку, которая для него наиболее близка. То есть каждый человек оценивает другого по, собственно говоря, тому, как он воспринимает того или иного человека. И поскольку теория Ламброза, если вы такую знаете, была проверена, то есть связь между внешностью человека и его характером, можно лишь сказать, что подобные высказывания, подобные предположения всегда являются именно догадками. То есть они общего ничего с реальностью могут не иметь. И потому вам стоит оценивать то, что я скажу дальше, исключительно как предположение, и не более того. Потому что все-таки, чтобы лучше понять человека, с ним надо общаться, с ним надо разговаривать, его нужно узнавать и так далее. По фотографии, получается, что ваша девушка знает, чего она хочет. Это очень твердоустремленный человек. Человек, который никогда не даст себе в обиду и не позволит обращаться с собой неприемлемым образом. Человек в некоторых моментах весьма жесткий, но человек в глубине души, стремящийся к тому, чтобы быть защищенным, быть под надежной опекой и стремящийся быть, наверное, все-таки сильным мужчиной. Ваша девочка добрая. Это ее доброта. Она проявляется не ко всем. Она проявляется только к тем, кто ей дорог. Действительно, это родные, близкие, самые-самые-самые-самые близкие именно, именно, что касается круга. Также про вашу девушку можно сказать, что она довольно активный человек. То есть, она эмоциональная личность. Она любит яркие впечатления, любит яркие эмоции. Не склонна к тому, чтобы, скажем, проводить время достаточно посыльно. Также можно сказать, что она общительна. Она, у нее развиты хорошо коммуникационные навыки, развиты чувства ответственности. Любит посмеяться, достаточно веселая. Веселая, может быть, но, как мне кажется, немного вспыльчивая. Может нагрубить, но потом будет жалеть о том, что она сказала. По сути, наверное, на этом можно закончить. Потому что дальнейшее перечисление будет у нас слишком случайным. Я думаю, этого должно хватить для того, чтобы определить ее характер. И что касается поведения, то в первую очередь вам нужно показывать девушке, что вы мужчина, на которого она может положиться. То есть, очень важно, чтобы она вас уважала. Очень важно, чтобы она вас, если вам не восхищала, откровенно, да? Но хотя бы уважала. Хотя бы считала, что вы достойный мужчина. И для этого вам необходимо удовлетворять ее желания. Желательно, чтобы вы превосхищали ее желания. То есть, определяли их. Желательно, чтобы вы делали сюрприз этой девушке. Чтобы вы ее как-то спонтанно не нарядовали. Также, по возможности, лучше избегать каких-то вот таких определенных ситуаций. То есть, когда все размерено, все известно, все понятно, все распланировано. Вот планирование в данном случае лучше избегать. Потому что девочке будет скучно, и она будет вполне ее. Возможно, от вас в результате этого отдалиться. То есть, блистать с вами общаться. Вот. А если говорить про рекомендации. То есть, вот по поводу вашего поведения. Какой стиль общения с ней выбрать. То, ну, конечно, стиль общения. Необходимо выбирать искренний. Самое главное. Искренний. Спокойный. То есть, вам нужно быть готовым к тому, что принимать на себя ее эмоциональный взрыв. Если такой будет, девочка поначалу может не проявлять его, потому что стесняется. Но обязательно, если будет вам доверять на что-то делать. И вам к этому желательно быть готовым. Для того, чтобы, повторюсь еще раз, чтобы принять его. Тем самым вызвать у нее доверие. Рекомендации по поведению, более приближенные к реальности. В отличие от выбора положения относительно ее характера. Потому что, как правило, нужно несколько и несколько фотографий, чтобы более-менее создать представление о человеке. Потому что там одна фотография, как вы сами понимаете, это один образ, одна ситуация. И лишь несколько могут помочь. Вот. Кроме того, на фотографии человек может изобразить соответствующего радио лица. Что может немножечко привести к ошибочным выводам. Но тем не менее, надеюсь, что характеристика, которая была дана мной, вам помогла. И вы сможете увидеть, увидеть для себя в этом что-то истинное, что-то ценное, что-то, что поможет вам наладить с ней контакт. И при, при приверженности рекомендациям по поводу поведения, я думаю, что у вас с ней все получится. Но так же хочется сказать, чтобы вы не давили на нее и не требовали от нее того, чего она вам дать не будет. Не навязывались ей лишний раз. Чтобы вы не оставляли ее совсем без внимания. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если видовые вопросы остались, обращайтесь в личку. Помогу. Если вам мой ответ понравился, сделайте его, пожалуйста, лучше. Я вам очень благодарен. Пока же. Желаю всего доброго и удачи.